Советский Союз Сегодня государство сохранено лишь в трех союзных осколках – России, Белоруссии и Казахстане. Именно поэтому стало возможным создание таможенного союза. Россия, Беларусь, Казахстан – это ядро будущего союза. Остальные постсоветские республики превратились в национальную периферию Евразии. Национализм, приватизация, русофобия, политические кризисы, гражданские конфликты. Все национальные государства конфликтуют между собой, и каждая по отдельности с Россией. Армения против Азербайджана, Молдавия против Приднестровья, Грузия против Осетии, Украина против России, Узбекистан против Киргизии. Конфликты между национальными государствами периферии не прекратятся до тех пор, пока на их территории не развернется евразийская интеграция. Евразийская интеграция – путь к новому союзу. Больше всего обеспокоены евразийской интеграцией в США. Хилари Клинтон прямо говорит, что США будут мешать любым формам интеграции в Евразии. Как будут мешать, мы знаем. Вооружение режима Саакашвили и война с Осетией. Оранжевая революция в Киеве и тюльпановая революция в Киргизии. Военные поставки в Узбекистан и поглощение Молдавии Румынией. Болотная революция в Москве. Поддержка исламистов в Казахстане и Средней Азии. Восточноевропейское направление – Украина и Молдавия. На Украине политический кризис грозит перерасти в социально-экономический и новую руину. Молдавия расколота. Молдова движется к поглощению Румынией, а Приднестровье не имеет границ с Россией. Кавказское направление – Грузия, Армения, Азербайджан. Грузия попала под внешнее управление со стороны США. Азербайджан активно вооружается и будет готов к реваншу за Карабах. Армения, отрезанная от России, осталась один на один с Азербайджаном и Турцией. Среднеазиатское направление. Киргизия. Началось плановое восстановление государства. Россия строит новую ГЭС, железные дороги и вооружает киргизскую армию. В 2014 году Киргизия будет принята в таможенный союз. Таджикистан. Республика на границе с Афганистаном. Правительство не контролирует горные районы республики, а границу прикрывает российская военная база. Узбекистан. Уверенно идет по пути Грузии. Ташкент уже вышел из ОДКБ, закупает вооружение у США и имеет территориальные и ресурсные претензии к Киргизии и Таджикистану. Туркменистан закрылся от всего мира и строит средневековую авторкию. Будущее Евразии предопределено. Никакой другой интеграции, кроме евразийской, не существует. Но путь к восстановлению государства и созданию нового союза только начал. Чем сильнее будет новый союз, тем быстрее к нему присоединится национальная периферия. На очереди Киев, Кишинев, Тбилиси, Ереван, Бишкек, Баку, Ташкент, Душанбе и Ашхабад. Все только начинается. Субтитры создавал DimaTorzok